Как делишки, ребятишки, с вами Става Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, еще и в новую серию нашего 6 сезона с модом Пиксельмон, и сегодня мы будем решать судьбу этого сезона и следующего, ребята, и вы на это будете влиять, но это мы рассмотрим чуть позже в этой серии, перед этим, ребята, если вы хотите новый сезон, вот если на этом видео мы наберем 3000 лайков, то со следующей серии начнется новый сезон, ребята, решайте, если хотите, я буду рад каждому вашему лайку, также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг, я буду рад, если вы вступите в нашу большую дружную семью подписчиков, ребята, я всем вам буду очень рад, поэтому не стесняйтесь, подписывайтесь, ставьте лайки, ребята, за это я вам скажу большое спасибо, и выпущу сразу новое видео, как только мы наберем лайки, больше не тянем, приступаем к самой серии. Ну что, ребята, многие меня уже просили, спрашивали, Эдисон, когда будет Пиксельмон, Эдисон, где Пиксельмон, поэтому, ребята, вот держите вам Пиксельмон, но это в какой-то степени, можно сказать, завершающая серия, ребята, в этой серии я буду разговаривать с вами, вместе с вами мы будем решать судьбу Пиксельмона, о чем будет речь, я даже не знаю, есть ли нам смысл сейчас прокачиваться и еще что-то делать, потому что в этой серии я хочу, ну, поговорить с вами и просто-напросто понять, хотите ли вы продолжение или нет. Ну, ребята, давайте мы будем рассматривать, это у нас, я не помню какая, то ли 88, то ли 87 серия, что-то в этом роде, поэтому, ребята, нет, мне нужно пока, я не могу сбежать, кого, кем мне тебя вообще замочить, я, если честно, даже не знаю, ребята, что мы будем, охренеть, что мы будем делать в этой серии, что мы вообще будем, чем мы вообще будем заниматься. Ребята, мне нужно знать, хотите ли вы следующий сезон, вот, ребята, вот сейчас бегите в комментарии и сразу пишите, хотите ли вы следующий сезон, какие-то конченые у всех атаки, я вообще не представляю, где вы вообще взялись с этими конченными атаками. Ребята, бегите сразу в комментарии и пишите, хотите ли вы следующий сезон, потому что, как только мы с вами сможем набрать 3000 лайков на вот этой серии, то в следующей серии я покажу, чего мы добились за этот сезон, то есть, каких покемонов мы словили, что мы сделали, что мы не сделали, то есть, итоги сезона. И через серию мы начинаем новый сезон, потому что там уже вышла куча и куча и куча новых версий. Да, ребята, поэтому, если вы хотите видеть новый сезон уже, ну когда, уже на этих выходных, то, ребята, вы знаете, что делать, поставьте лайки и просто напишите в комментарии, нужно ли вам сезон. Но перед этим подумайте, подумайте хорошенько, нужен ли вам новый сезон, потому что этот сезон потерял смысл. Я не вижу ни малейшего смысла что-то тут делать. Мы, ну, я не скажу то, что добились, мы словили много покемонов, мы прокачали, но легенды в этом сезоне, к сожалению, забаганы. То есть, это баганая версия и поэтому сезон в какой-то степени не удался. Но мы можем исправить эту ситуацию, потому что, ребята, я еще раз говорю, в следующей, через серию мы сможем начать новый сезон, где вышла уже куча новых версий и мы будем их использовать. Поэтому, ребята, думайте, думайте, еще раз думайте, хотите ли вы видеть новый сезон. Я больше не знаю, о чем разговаривать в этой серии, потому что, да твою мать, ну иди ты в сраку, а, в сраку тьмущую. Дай мне убежать и поменять хотя бы покемонов, чтобы я тебе сам задницу надер, вот так, замечательно. Так, мил, я не знаю, вот есть ли смысл сейчас все делать, но если мы наберем 3000 лайков на этой серии, то, ребята, я говорю то, что через серию мы уже начнем новый сезон. Нужно это вам, не нужно, решайте вы. Поэтому, ребята, задумайтесь, да. А я не знаю, есть ли смысл дальше говорить, я, в принципе, все сказал, то, что я хотел сказать в этой серии, давайте возьмем Чармандера. А поэтому думайте, ребята, честно. Вам нужно подумать и вам нужно сказать и ответить в комментарии, также поставить лайк, для того, чтобы я просто увидел то, что вы хотите видеть новую серию. Ребята, думайте. Я, знаете что, давайте мы больше об этом не будем разговаривать в этой серии, давайте в этой серии мы, ну, еще хотя бы прокачаем покемонов, которых мы можем прокачать, потому что мы также еще в этой серии можем убить 15 Блиссей, прокачать покемонов, которые сейчас у нас есть. Ну, дай мне себя убить, вот так, замечательно. Поэтому, ребята, мы будем заниматься этим в этой серии. А что будет в следующей серии, как я уже сказал, решайте только вы. Апсолу, Апсолу остался один уровень, мы, если честно, даже не будем тратить ни одну Блиссину для того, чтобы прокачать Апсола, а лучше Гулбата. Ну, у него 175 счастья. Я хотел его прокачать, точнее, эволюционировать до 50 уровня, но, как я вижу, это у нас не получится. Это у нас не получится, ребята. Не-не-не-не-не-не-не-не. Поэтому будем как-то действовать по-другому. Так, изначально поставим 1 XP HR вот сюда. Замечательно. Сейчас мы с помощью Гулбата, я надеюсь, что он вообще кого-то сможет убить в этой комнате. Да, замечательно. А мы его будем прокачивать. У него было 175 счастья. Сейчас ему нужно около 220 для того, чтобы эволюционировать. Посмотрим, сможем ли мы добиться этого в этой серии. Так, давайте, куча всяких атак, куча. Сколько было? 175, 183. И он прокачал 2 уровня. Ну, более-менее. Ну, конечно, к 50 уровню мы уже вряд ли сможем его эволюционировать. Но в этой серии, ребята, если мы хорошенько постараемся, мы эволюционируем. Так, у нас еще осталось 14 Блисси. Но не забываем даже, хоть будет ли конец сезона или нет, ребята. Как я уже сказал, решайте только вы. Нам все же нужно заплатить за Блисси. Да, сколько? 15 Блисси. Ага, 30 монет. А я даю 15 монет, да? Жадный, жадный, жадный. Так, идем вот сюда. Вот так. Забрали, забрали монеты. Ставим вот сюда. И у нас еще, ребята, 14 Блисси в этой серии. Так. Ну, 65 уровень, мне кажется, будет получше, чем какой-то там 50. И побольше опыта нам даст. Поэтому будем надеяться... А, ну, конечно, если ты будешь хилиться, то так дела у нас, конечно, не пойдут. Ну, дела так у нас не пойдут. Ну, ты хотя бы немного отравлена. Хотя бы немного. Это, в принципе, большого результата не даст, если ты будешь хилиться. Но... Да, зараза. Хотя нет, даст, даст, даст. Голбат, голбат. Ты прям красавчик. Потому что я нашел... Так, да, вот так, замечательно. Я нашел чувака, который сможет справляться с этими наз... Не знаю, как это сказать. Неназоливыми, а надоедливыми Блисси, которые просто-просто лечатся, лечатся, бесконечно лечатся. И тем самым не дают нам себя убить. А для этого эта комната и создана. Для того, чтобы прокачивать наших покемонов и зарабатывать кучу опыта. Так, кстати, пока я разговаривал, у нас уже произошла эволюция Крабби в Кинглер. Ребята, вот знаете что? Кто играет еще в Пиксельмон, ну, вот это продолжительное время, напишите, кого добавили в новых версиях. Потому что, мне кажется, там куча всяких вновшенств. То есть, куча новых покемонов, куча новых эволюций старых покемонов. И, в принципе, куча вообще различных дополнений. Поэтому, ребята, напишите. Если вы, конечно, знаете, это реально будет очень даже круто. Потому что, может, там ввели уже... Похренеть, вы знаете, сколько... Сколько новых, не знаю, легенд и новых покемонов. А я об этом даже как-то... А, сейчас, сейчас. И, сейчас, так, да. Я просто забыл, кого нам нужно кидать. Нам нужно кидать Голбата. Потому что, в первую очередь, нам нужно его сейчас прокачать. Мы ему уже прокачали сколько? Четыре уровня. Я хотел его к 50-му эволюционировать. Но, так, 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 так. Так вот, вот это. Замечательно, сколько? 195. И у нас еще осталось 12 Блисси, ребята. 12 Блисси. И, может, может, Голбат или Апсол, или вообще покемон с этой командой. Или, наверное, все-таки Чармандер будет последним покемон... Нет, не хотел, не хотел. Может, будет последним покемоном, которого мы прокачаем в этом сезоне. Да? А кач идет, и кач продвигается. У меня еще осталось несколько Блисси. Точнее, вроде 4 или 5. И у моего Голбата, точнее, у нашего Голбата, уже 215 частей. Поэтому, ребята, ему еще осталось 5 частей, если я не ошибаюсь. И он уже эволюционирует. Но, к сожалению, я перекачал Кинглера за это время. И он уже 52 уровень. Еще ему нужно 3 уровня. И мы его выложим, если я его опять не перекачаю. Ну что? Голбат, пожалуйста. Голбат, справься. Голбат, мы тебя все просим. Ребята, давайте попросим. Потому что это... Так, сейчас, сейчас. Потому что это может быть финальный покемон в этом сезоне, который сможет себя хотя бы немного показать. То, что он чего-то, чего-то, чего-то стоит. Так, еще 3 Блисси... Нет, еще 4 Блисси осталось, если я не ошибаюсь. То ли 3, то ли 4. Я, если честно, забыл свои подсчеты. Но все же... Да! Да, ребята, ну, конец-то эволюции этого голбатая. Мы, предпи, ее уже очень долго ждали. А, не знаю. А, кстати, я даже не подумал то, что в новых версиях могут быть новые текстурки. Уже не будет вот этих квадратных какашонок, а уже будут какие-то реальные красивые текстурки. Вот, например, как вот это. Вот, давайте посмотрим. И, кстати, он 60-й уровень. Ух, как прям отлично совпало. То есть... Я, я... Сейчас. Сейчас. Я только... Сейчас. Я включу гейммод. Я только сейчас заметил то, что это на что-то похоже. Я посмотрел на карту. Я заметил то, что это похоже на что-то странное. Ребята, вы в курсе, на что это похоже? Конечно, на очень маленький, но на что-то, да, похоже. Ребята, я только сейчас заметил, потому что это реально мне что-то напоминает. Я вот, знаете, последние пару минут смотрел на карту, потому что тут изнутри... Вот. Это все приближается. Я последние пару минут вот смотрел на карту. Вижу, что это на что-то похоже. Я, если честно, вообще не хотел строить это в такой форме. Мне просто понравилась эта форма. Ну, не в том смысле понравилась. Понравилось то, что тут есть комната. Вход в комнату. Тут мы платим и тут мы убиваем Блисси. Я только спустя столько времени заметил то, что эта же форма мне что-то напоминает. Ребята, вы заметили это раньше. Вы мне не говорили в комментарии. Или вы, может, только сейчас заметили, как и я. Потому что это реально странно. Ну, ладно. В следующий раз буду смотреть. Наподобие чего я строю качалку для Блисси. Если она, конечно, будет в следующем сезоне. Ааа. Может, в следующем сезоне мы только будем качаться на... Я не знаю. На геймлидерах или еще что-то в этом роде. Офигеть. Ну, да ладно, ребята. Пофиг. Вы... Чему я обрадовался? То, что мы так успешно докачали Кробата. То, что Гулбат уже эволюционировал вот в этого Кробата. И он, в принципе, очень даже круто выглядит. Но факт не в том, а то, что так совпало, то, что он 60 уровень. Мы его не то, что перекачали. Мы его даже не докачали. А мы его прокачали прям идеально. Поэтому, ребята, что нам сейчас нужно? Сколько у нас там еще есть? У нас там, в принципе, есть еще 2 или 3 Блисси. Поэтому мы можем еще немного... Актилерий 53 уровень. Ему тоже нужно немного прокачаться. Ааа. Вот так. Поэтому мы еще сейчас постараемся хотя бы убить вот этот 56 уровень Блисси. Я надеюсь, что у нас получится. Хоть урончик я не скажу то, что прям сильно-сильно-сильно большой. Не знаю. Я, ребята, даже уже начинаю думать, если у нас будет следующий сезон, конечно. Ааа. Какого стартовика мне взять? Я не знаю. Может там кто-то... Хотя вряд ли там кто-то новый есть. Может там новые... Ну, покемоны новые есть 100%, ребята. Посмотрим, какие есть. И, конечно, вы решите то, что хотите, новый сезон. Ребят, я не знаю. Вот честно. Именно сейчас я не решаю ничего. Я предоставляю выбор вам. Пишите, думайте. Ставьте лайки. Набираем 3000 лайков. В следующей серии мы подводим итоги этого сезона. И будем начинать новый. Новая версия. Новая версия пиксельмонов. Новые покемоны. Новые текстурки. Новые эволюции. Новые легенды. Новые дополнения. И бла. Бла. Конечно же, еще раз. Бла. Потому что многие не слушают. Слухают. Слухают. Да, ребята, кто не знал, я украинец. Поэтому слухают у меня иногда. Слова так проскакивают. Ну, как украинец? Я родился в Украине, но уже много времени живу в Португалии. Кто еще до сих пор не знал? Поэтому все же слова у меня иногда перепутываются. Потому что, как сами понимаете, и один язык, и другой язык, и третий язык. Я еще и английский пытаюсь более-менее доучить до конца. Чтобы хотя бы не то, что начальный уровень, не даже базовый уровень. А чтобы уже прям можно было разговаривать. Потому что английский, ребята, пригодится в жизни. Ну, вряд ли я вам сейчас это объясню. Потому что, когда мне было 15 или меньше даже лет, я, конечно, был же... И все мы такие, ребята. Я никого не оскорбляю. Я таким же был в 13, 14, 15 лет. Нам ничего не нужно. Мы думаем, школа это говно. Нам ничего не нужно учить. Нам это никогда в жизни не пригодится. Но когда вам уже будет как минимум 20 лет, вы об этом пожалеете. Я никогда не слушал своих родителей. Я никогда не слушал. И даже сейчас вы меня слушать не будете. Потому что... Учись. Учись. Это тебе пригодится. Это нужно. Это реально будет полезно. Я так же всех нахрен посылал. Нахрена мне эта математика? Куда мне в жопу английский? Зачем мне учиться? Зачем мне вообще что-то делать? Если... Ну, что? Я сейчас в школе. А когда школу вы закончите, будет другое дело. Да, может кто-то не пойдет работать, но может кто-то пойдет в университет. Ладно, в университете будет такая же байда, как в школе. Никто не будет учиться. Так же все будут думать, это просто продолжение школы. То есть, нахрена мне это нужно? Зачем? Я лучше буду гулять. Там тёлки, бабки и всякое такое. Но когда вы даже уже университет закончите, вам уже 25 лет. Вы уже не молод. И вот тогда вы вспомните, может, уже старика Эдисона, то что может даже и Эдисон и родители были правы. Вот, ребята, тогда вы реально пожалеете. Потому что уже и поздно. Хоть 25 лет это еще молодость, но все же поздно. Потому что вам не 13 лет, чтобы начать хотя бы чем-то заниматься. Что-то учить. И я не знаю, ребята. Может, в принципе, многие это пропустили мимо ушей, но это так и есть, ребята. Как бы вы сейчас ни думали. Вы, наверное, так же думаете, что Эдисон вот сейчас разговаривает так же, как и ваши родители. Да, мол, он тоже говорит, что учиться, учиться. Но это, ребята, реально так. Сейчас мне 20 лет. Я сожалею то, что я ни хрена не знаю. Если бы я мог, я начал бы учить тот же английский как можно раньше. И, может быть, сосредотачивался на каких-то предметах там. Может, занимался бы чем-то спортом. Или, я не знаю, ребята, что-то еще. Но это реально поможет. Даже так конченная математика, алгебра или чем вы там занимаетесь, которая вам кажется, что ни хрена. Это может и ни хрена. Может, это вам даже никогда в жизни не пригодится, но оно пригодится для того, чтобы устроиться на ту же работу. Потому что вы придете туда и вы скажете, вот я там нереальный математик. Круто, мы тебя устраиваем на работу. Хоть на той работе вы никогда не будете заниматься математикой, ребята. Это так и есть. То есть, логика в этом мире напросто отсутствует. А в данный момент, если она присутствовала там 10-15 лет назад, когда еще мир был более-менее, то сейчас ее просто-просто не нужно иметь, потому что она бесполезная. Ребята, я не знаю. Вряд ли я вам что-то смог вообще доказать этими разговорами, но сейчас вы вряд ли меня поймете. Вот когда вы вырастите через 10 лет, а вы не переживайте, ребята. Вы сейчас молоды, вам может 10-11 лет. Это хрень. Вы не успеете закрыть глаза, как завтра вам уже 20. Я это знаю по себе. Я не знаю как, но мне кажется, что вчера мне было 10 лет. Я бегал мелким пацаном по коридорам в школе, а сейчас мне 20. И я сижу, я не знаю как. Откуда нахрен? Если вчера было 10, а уже прошло 10 лет, я нихрена не успел сделать. Нихрена, ребята. Я... Это просто уже рассуждение о жизни, потому что я помню то, что я вчера был в одном месте, и мне было там, не знаю, 10-12 лет, сейчас мне 20. И я не знаю, куда эти годы пролетели. И все, молодость, можно сказать. Не то, что молодость, детство закончилось. Потому что, все, 20 лет вы уже вряд ли будете ребенком. И так же, сейчас мне 20, я не успею там моргнуть, как завтра мне уже 30. Потом 40, а потом, в принципе, ребята, жизнь очень, очень короткая. Даже если вы живете 70-80 лет, не думайте то, что это много. Так же, как и перед нами жили там, не знаю сколько лет, даже в нашей эре жили 20... Не 22 тысячи лет, год, год, похрен. Как я говорю, иногда слова перепутываются. Но все же, ребята, жизнь недолгая, поэтому не расслабляйтесь, и нужно попробовать все, нужно добиться хотя бы чего-то. Не знаю, ребята. Может, кто-то из вас это запомнит, может, через 10 лет кто-то даже меня вспомнит, мол, ох, каким я был дебилом, то, что я тогда не послушал. Так же, как и я сейчас, ребята. Я даже жалею в какой-то степени, то, что я переехал в Португалию. Ну, это в какой-то степени, ребята. То есть, ну, много чего можно рассуждать, много можно думать, но машины времени, к сожалению, у меня нету и ни в кого нету. Ну, в принципе, ладно. Много разговоров, много тараторов и многого другого, ребята. Я прокачал... Мы прокачали Апсоа, прокачали Кробата и прокачали Кинглера. Это три покемона, и они, наверное, будут даже последними. Потому что... Всё, ребята, сейчас зависит от... Я даю вам право выбора, я... всё, я ухожу, я... руки вот тут, я уже ничего не делаю, ребята. 3000 лайков, в следующей серии подводим итог и начинаем новый сезон. Всё! Разговоров нету, только это подумайте, пишите в комментарии, нужно или нет. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня, как друг, я буду рад, если вы вступите в нашу большую дружбу семью подписчиков, ребята, не поймитесь, не поставить лайк, не подписаться, мне будет очень приятно. Спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца, потому что вы нереальные молодцы, если вы всё выслушали то, что я сказал в этой серии. Иногда, знаете, иногда нужно изливать душу, я не буду же с теней изливать душу или столу изливать душу. Иногда нужно, ребята, с вами поделиться. Ну, кому это хотя бы понравилось чуть-чуть, ну, тому большое спасибо. Также, ребята, приходите на мой канал каждый день, потому что видео выходит каждый день, и я буду рад видеть вас на просмотре очередного видео. Никогда не стесняйтесь, ребята, я всех вас жду. Независимо ни от чего, даже хейтеры, я всех вас люблю, и мне будет приятно, даже если хейтеры придут похейтить, хотя бы можно будет посмеяться. Об этом, ребята, всех вас люблю, всех вам жму руку, целую, и говорю большое спасибо за просмотр, всем удачи, и всем пока.